Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube канала Процветок! Сегодня с вами Пашкевич Анна и в этом видео мы расскажем о пикировке томатов. Существует различать пикировку, пересадку и перевалку. Пикировка подразумевает украчивание корневой системы сеянца на 1 треть ее длины с целью стимулирования развития обильно мочковатой системы. Пересадка это когда мы вынимаем наше растение без укорачивания корневой системы и его дальше помещаем в следующую емкость. И перевалка это без повреждения корневой системы по принципу высеяли в один объем, более мелкий. В данном случае у нас есть такое вот кассетное ЧСТ выращивание. Делим в стаканчик большего объема и идем на увеличение объема или площади питания нашего растения. Сигналом к тому, что необходимо проводить перевалку дальше, является хорошее развитие корневой системы. То есть растению здесь уже места мало, необходимо увеличивать площадь питания, переводить его в более большой объем. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это сроки, когда необходимо приступать к пикировке рассады. Если вы высеяли семена, создали для них хорошее условие в виде света, температуры, досвечивания, они не вытягиваются и образовали два семядольных листочка, выпустили первый настоящий листочек, то это сигнал о том, что можно и нужно приступать к пикировке вашего растения. Более опытные овощеводы, которые работают на конечный результат, то есть на получение высокого урожая с каждого растения, они приступают к пикировке в более раннем виде сеянцев, когда два семидольных листика и вот только появляется зачаток первого настоящего листа. Почему? Потому что появление именно первого настоящего листа, оно сигнализирует о том, что ваше растение уже приступает к закладке цветочных частей, а мы знаем, что из цветка впоследствии получается плод. Соответственно, передерживать рассаду не стоит, стоит приступать к пикировке в среднем через 10-12, но в крайнем случае через 14 дней. Если вы будете совершать эту манипуляцию позже, то можете сразу ожидать вытягивания рассады, скручивания корневой системы, переплетения корневой системы, то есть тех негативных последствий, которые, пускай незаметно, но гарантированно снизят будущую урожайность ваших томатов. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это то, в какие емкости необходимо пикировать рассаду. Рынок просто изобилирует теми горшочками, стаканчиками, куда можно пикировать рассаду. Это и пластиковые на основе полиэтилена, и какие-то пленочные стаканчики или горшочки. Они, кстати, наиболее распространенные и наиболее дешевые. Это могут быть какие-то из органических частей, которые даже не нуждаются впоследствии в том, чтобы из них вынимали рассаду, можно прямо в грунт высевать, вот в таких вот стаканчиках, в целлюлозных. Или, например, вот как у меня в руке, джутовый стаканчик. То есть это максимально дышащие емкости, в которых у вас будет не только вот это вот верхнее воздушное питание, но и по всей стенке вашего дышащего горшка или емкости. Можно встретить и керамические горшки. И, конечно, здесь также хорошо образуется симбиотическая микрофлора. Они также дышат, но есть существенный минус. Это то, что керамика, если она некачественная или сильно пористая, то она может вступать во взаимодействие, то есть химические реакции с теми удобрениями, которыми впоследствии вы будете подкармливать свою рассаду. Поэтому, наверное, о керамических горшках, только если это не декоративная какая-то вещь, наверное, на этапе формирования рассады стоило бы и отказаться. Второе или уже третье – это тот торфогрунт или почвосмесь или субстрат, кто как называет, все синонимичные понятия, в которые вы будете проводить пикировку. Конечно же, можно сразу прибегнуть к приобретению уже готового какого-то субстрата, но если у вас нет возможности, а есть большое желание или альтруизм, или еще какие-то другие мысли в голове, то можно приготовить это все самостоятельно. В идеале взять как минимум верховой торф средней фракции, то есть не мелкие, которые уже там начинают слеживаться, превращаться постепенно в границ с каждым поливом вашей рассады, не крупной фракции, которая такая вот волоконная, она вообще практически сложно ее промочить, и сложно растению удерживаться в грунте, то есть среднюю фракцию верхового торфа. Взять можно также взять кокосовый грунт или кокос, он хорош тем, что там находятся полезные грибки, полезные микроорганизмы, они хорошо и существенно дополняют торфяную смесь и работают как бы в усилении эффекта вашего субстрата. Также следует остановиться на различных антифризах или структурообразователях, улучшителях вашего торфогрунта. Это классический перлит, вермикулит, и сейчас активно стали распространяться на рынке, и этого оправдано различные циолиты. Все эти структуры образователей или почвоулышителя, они создают дополнительный воздухообмен в почве, увеличивают насыщение кислородом, способствуют развитию хорошей микрофлоры в вашей почве и создают дополнительные какие-то вещи, которые необходимы корневой системе Агеба, таким образом стимулировать развитие корневой системы. Потому что если корневая система встречается с препятствиями, то у нее просто случается сигнал, который говорит о том, что надо более интенсивно разрастаться. Дальше, на чем следовало бы остановиться, когда мы говорим о пикировке, это какие-то профилактические меры, еще на стадии пикировки, в виде внесения или обработок ваших растений какими-то инсекцицидами и фунгицидами. Конечно, можно задавать себе вопрос, что еще рано, зачем можно подождать, высадить в теплицу, но имейте в виду, что любой препарат, если это какая-то химическая форма препарата, то они имеют свой срок распада, который можно, не нужно, точнее, не нужно вносить в себе сознательно, с плодами в организм. То есть надо заблаговременно позаботиться о таких вещах. Например, необходимо провести профилактическую фунгицидную обработку. Существует ряд бактериальных препаратов, такие как фитоспорин или триходермин из расчета 5 грамм на 10 литров воды и проливать грунт, когда вы провели пикировку. Либо прибегнуть к химическим препаратам, например, Магникур Энерджи, которые также являются фунгицидами системного действия. Они не только подавляют развитие патогенной микрофлоры, но и стимулируют вообще рост и развитие растения. Если мы говорим о профилактических мерах по устранению появления нежелательных насекомых, то мы помним, что есть насекомые, которые могут поражать наше растение из воздуха и есть насекомые, которые поражают растения в почве. По этой причине надо использовать и инсектициды воздушного направления, и инсектициды почвенного действия. Например, хороший инсектицид – это октара, который также в виде растворов необходимо подливать под корень несколько раз, там 2-3 раза последовательно, чтобы растение впитало его. И таким образом, когда на него теоретически будут нападать плохие насекомые из воздуха, то оно могло дать отпор. И есть хороший препарат антихрущ. Он является препаратом против плохих насекомых, которые находятся в почве или могут там завестись. Тоже следует готовить водный раствор и проливать нашу рассаду. Также немаловажным аспектом, который необходимо учесть при пикировании рассады – это подкормки. Если вы ответственно отнеслись к выбору либо подготовки торфогрунта или субстрата пикировочного, то о подкормке как таковой можно очень сильно и подробно не думать и на ней не останавливаться. Если же у вас есть какие-то сомнения в плане того, насколько питателен ваш грунт, то для того, чтобы не создавать растению дополнительный стресс в виде каких-то минеральных поток кормок, вы можете при пикировании просыпать буквально несколькими граммами. Существуют органические препараты на основе аминокислот. Почему именно аминокислоты? Потому что они являются теми строительными кирпичиками, которые способствуют растению не затрачивать энергию на восстановление. А мы знаем, что любая пикировка это все-таки восстановление, как минимум двухнедельное. И когда вы вносите аминокислоты, именно при пикировке ваш стаканчик в небольшом количестве, то есть вы снабжаете необходимыми питательными, вот этими строительными компонентами ваше растение, и оно быстрее восстанавливается, поскольку получает дополнительную энергию извне, то есть из вот этих вот аминокислот. Также не забывайте обращать внимание на качество воды, которой вы проливаете ваше растение, потому что существует такое понятие, как изыскывание воды, это наличие солей, карбонатных соединений кальция магния, и если у вас также в отношении воды возникают сомнения, то необходимо ее немного подкислять. Препаративные формы аминитарной кислоты, я уже говорила раньше, из расчета 3,5 грамм на 10 литров воды. Собственно, вот это вот все, о чем хотелось бы рассказать про пикировку рассады. На этом мы не прощаемся. Подписывайтесь на YouTube канал, заходите, ставьте лайки, делитесь и смотрите последующее интересное видео.